Теперь нужно понять, как же, зная основную теорему арифметики, доказать теорему Ферма-Рейлера, получить формулу для количества представлений. На самом деле удивительно, ну, все очень. Первое, надо разобраться с тем, что такое простое гауссово число. То есть обычные простые числа. Это лучше, как говорят, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 17, 12 и так далее. Это простые числа. Мы уже знаем, что число 2 – это 1 плюс i в квадрате умножить на минус 2. Двойка обладает таким забавным свойством. Она представима в виде квадрата простого числа умножить на противный элемент. В принципе, мы можем догадаться, что вот это вот 2 плюс i в квадрате умножить на 2 минус. Так вот, оказывается, настоящая ситуация вот какая. Числа, которые дают остаток 3 при делении на 4, то есть вот 3, 7, 12, 11 и так далее, вообще не разлагаются. То есть, если p простое, то уже надо взять где простое, в конце целых чисел. И p сравнимо с тремя по модулю 4, то p простое и в целых гауссовых чисел. Это одно обстоятельство, которое нужно обязательно доказать. А другое такое, если p простое и при этом p сравнимо с единицей, то p имеет в виду a плюс b и умножить на a минус b и при этом вот эти вот числа простые в конце целых гауссовых чисел. То есть, смотрите, какая вещь. Оказывается, скажем, 17 – это произведение 4 плюс i умножить на 4 минус i. И это разные простые числа. Это очень легко доказать. Сейчас это сделаем. Кстати, а других простых чисел просто нет. Оказывается, что вот в конце целых гауссовых чисел, других вообще нет. И вот есть происшедшие из целых чисел таким образом, что некоторые остаются нерасложимы. Это те, что были сравниваны с тремя, по-моему, или четыре. А некоторые раскладываются по-разному. Можно как двойка, а можно как все остальные на два разных простых. Так вот, давайте начнем с объяснения, почему же кроме вот таких никаких других нет. Ну, представьте себе, что есть какое-нибудь целое гауссовых чисел. Представьте себе, что оно простое в конце целого гауссовых чисел. Вы помните, что есть переход к сопряженному. То есть, когда вы а плюс б меняете на а минус б, вот если для всех комплексных чисел поменять знак перед и, то все равенства останутся. Поэтому, если у нас есть простое такое число, то а минус б тоже будет чем? Тоже будет а. Просто потому, что оно сопряженное. Так давайте перемножим два простых числа. А минус б умножаем на а минус б. Вообще-то, это будет а-то, да, как б-то, да. Так, пусть у нас сейчас б не равна нулю. Рассмотрим такой вариант. Б не равно нулю. И а тоже. То есть у нас это не то, что получилось из обычного целого числа при помощи умножения на единицу, а настоящего числа, да? Это не вещественное и неполученное вещественное умножение на не. Вот. Число а квадратных б квадратных разложено сейчас в произведении двух простых чисел. Разложено в произведении двух простых чисел. Мы доказали основную теорему арифметики. По-другому разложить никак нельзя. Может ли число а квадрат плюс б квадрат как-то разложиться в произведении натуральных числов? Нет, не может. Значит, получилось, что это обязательно простое число. А квадрат плюс б квадрат простое. Отлично. Раз оно простое, ну, конечно, один вариант есть, а равно б равно единице, ну, плюс минус единица. Эта ситуация будет двойки. Да? А во всех остальных случаях это будет нечетное простого числа. Значит, мы, собственно говоря, получаем вот этот вариант. Правда, мы должны объяснить, почему б обязательно сравнимо с единицей, а не строкой. А очень легко. Если есть сумма двух квадратов, то она просто никогда не бывает сравнима с тремя, по-моему, на четыре. Потому что при делении на четыре квадрат числа дает либо ноль, если мы четное число возводили в квадрат, либо единицу, если нечетное. Поэтому фактически пришли вот к этой ситуации. Фактически мы пришли к этой ситуации. Если взяли любое простое число в Z и V, любое простое гауссовое число, то мы только что, что вы знаете, очень просто, посмотрев на его модуль, да, точнее на квадрат. Мы поняли, что оно могло возникнуть только из вот такой конструкции. Только из такой конструкции. Так, а теперь нужно объясняться все-таки наоборот. Почему вот такое число простое? И почему, когда у нас есть число, дающее остаток один или четыре простое, почему оно обязательно разложится? Таким очень простым рассмотрением мы поняли, что вариантов для простых гауссовых чисел не так много, да? Просто потому что если одно простое, то есть спряженное простое, получаем число A квадрат, A плюс B квадрат, оно обязано быть простым. Вот, хорошо. Теперь давайте быстренько поймем, собственно, наоборот. Если у нас есть простое число, и оно дает остаток три, почему же оно обязано быть простым здесь? Это очень просто. Совсем просто. Пусть у нас число разложилось в метрегаллургус. То есть множители, это не делители и единицы. Перейдем к модулям. Даже к квадратам модулям. Тогда здесь будет две в квадрате, здесь будет A в квадрате плюс B в квадрате, здесь X в квадрате плюс 1 в квадрате. Какие есть варианты для разложения минусы на P квадрат в произведении натуральных чисел? Ну, три варианта. 1 на P квадрат, P на P, и P квадрат на единицу. Ну, единицу нельзя, потому что это как раз и будет делить в единицы. Тогда неинтересно. Значит, единственный вариант остается P умножить на P. Но число вида 4N плюс 3 не может отсунуть квадрат. Просто из-за остатка деления 4. Все? Все. Теперь, почему же, почему же, если число дает остаток 1, то не слагается. Вот здесь приходится, так же, как и во всех доказательствах, кроме доказательств с инволюциями, приходится использовать тот самый факт. существует такое число, помните, было, да? 2N фикториала в квадрате. Хотя мне не обидится то, что это 2N, просто оно существует. Если есть число, дающее P на 4, если есть число, дающее остаток 1 при делении на 4, то существует такое число, давайте его я бы где-то познаю, K. Такое, что K квадрат плюс 1 делится на P. и посмотрите. K квадрат плюс 1, это вообще-то K плюс I умножить на K минус I. если бы P было простым, то тогда одна из скобок должна была делиться. Но когда K плюс I делится на P, вы так прямо получаете, а это не целое гауссовое число, значит, число P не имеет права быть простым. То есть оно как-то разлагается на простые гауссовые числа. Отлично. Если оно разлагается на несколько множителей, то, переходя к квадрату модуля, мы получаем, что P, вот так вот здесь, вот если число разлагается на 2, то получается так. Если бы на 3, то было бы 3 множители, то мы получаем, собственно, единственную возможность вот эту. Но опять-таки, иначе делиться нельзя. То есть и множителей не может быть слишком много. И на самом деле, просто-напросто, это P умножить на P. Вот. То есть A в квадрате плюс B в квадрате это P. Ну, а если у нас A в квадрате плюс B в квадрате P, то значит P это A плюс B и умножить на A минус B. Осталось понять, почему эти числа не ассоциированы. Почему они... Вот если A равна B равна единице, то они, как помните, для друга получалось, да? А в остальном случае, это очень хрустно, надо просто нарисовать. Вот есть у нас точка A плюс B и точка A минус B. Что значит, что они отличаются в делителе единицы раз? Ну, что здесь 90 градусов. Ну, если здесь 90 градусов, то должно быть A равно B, ну и тогда уж единица равно, если это простое число. Собственно, все. Мы получили полное описание множества простых гауссовых чисел. Теперь про количество. Ребята, если там, в случае доказательства Эйгера, мы мучительно строили взаимно однозначное соответствие и так далее, то здесь вообще ничего делать не надо. Смотрите, вот наше число 325. 5 умножить на 5 умножить на 13. Так? Разлагаем. Что такое пятерка? Это 2 плюс I умножить на 2 минус. Так? Ну, естественно, в квадрате. Хорошо. Что такое 13? Это 3 плюс 2I умножить на 3I. А теперь думаем, как представить это число в виде A плюс B I умножить на A минус B. Очень просто. надо вот множитель отправить или сюда, или сюда. При этом, если мы отправим это сюда, то это автоматически, как сопряженный, отправится сопряженный. Ну, или вот так. то есть, 2 варианта. Хорошо. Здесь рассуждаем так. У нас есть единица 2 плюс I 2 плюс I в квадрате. Три варианта. Единица 2 плюс I 2 плюс I в квадрате. Так вот, мы можем в A минус B I отсюда послать либо единицу, либо 2 плюс I, либо 2 плюс I в квадрате. Так? Так. Замечательно. Причем, обратите внимание, если мы послали единицу отсюда в A плюс B I, то тогда 2 плюс I в квадрате надо будет посылать сюда. И, соответственно, 2 минус I в квадрате надо будет рассуженно посылать сюда. То есть, надо просто выбрать степень от нуля до двух, которую мы посылаем сюда. Ровно такую же степень отсюда надо будет посылать сюда, ну, а все, что осталось, надо будет наоборот посылать. Все вот это есть и самые три варианта. Откуда берется четыре, понятно? Там было учетверенное количество. Или понятно? Откуда? Обратимых элементов четыре штуки. Да. В конце гауссовых чисел четыре обратимых элемента. Ну, поэтому, когда мы получили это изложение, еще есть четыре варианта, получающих стоворотом на 90-187. Ну, заметьте, если прописывать аккуратно рум, то фактически рассуждения вот этих гаусса будут повторять то, что было у Эйнера. Потому что в конечном счете все основано на формуле, что модуль произведения равен произведению модуль. Но введение нового объекта, хотя целых гауссовых чисел, делает абсолютно прозрачными те рассуждения, которые до этого были все-таки достаточно длинные. И хотя тогда чувствовалось, что, наверное, как-то это можно сказать проще, но вот правильный язык для разговора о количестве представлений числа в виде суммы двух квадратов это рассмотрение чего? Комплексных чисел. Целых гауссовых чисел, да, комплексных чисел. Между прочим, если мы с вами рассмотрим такой объект целых числа, только добавим не и, а добавим такое вот интересное число, так называемый корень из единицы, в какой степени, в каком угольнике здесь? Шесть. Шесть, да, вот давайте напишем это число, так, косинус шестидесяти, это сколько? Одна вторая. А синиу шестидесяти это? Полиня спектак надул. Ну вот, мы получим совершенно замечательное множество. Очень-очень обратить внимание, епсилон в квадрате вот это вот епсилон в кубе, значит, епсилон в кубе это минус единица. Другими словами, епсилон плюс один это ноль, то есть епсилон плюс один умножить на епсилон в квадрат минус епсилон плюс один, то есть епсилон обладает значительным свойством епсилон в квадрате это епсилон минус один. Эпсилон квадрат получается как сумма вот таких двух векторов, это минус один, это эпсилон, а вот это такой ромб, состоящий из двух правильных треугольников. Так вот, совершенно замечательный объект. Для чисел такого вида, тоже можно доказать основную теорию марифметики, на самом деле так же, как мы и так сказали, можно соответственно полностью разобраться, только вот интересно, что там будет играть роль расстояния. Можем сообразить. Вот расстояние от человека есть, например, х плюс у эпсилон. Х и у это целые числа. Мы хотим найти его номер. Но это квадратный корень из х плюс у эпсилон уложить на х плюс у эпсилон спряженное. Кстати, эпсилон спряженное, это что такое? Нет, я понимаю, что да. А как ее выразить через эпсилон? Смотрите, вот это ровненько. Поэтому, если мы эпсилон спряженное сложим с эпсилон, то получаем единицу. Соответственно, эпсилон спряженное, это один минус эпсилон. Замечательно. Давайте считать. Просто распринимаем, что х квадрат. Дальше. Плюс у умножить на 1 минус эпсилон. Я X умножил на это. Хорошо. Плюс вот это. Плюс на х у 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 у, это один минус эпсилон. Здесь вот, и здесь вот, они уничтожаются, остается просто xy, да? И у нас получается x квадрат плюс xy плюс y квадрат. Квадрат модуля это x квадрат плюс xy плюс y квадрат. Сколько будет обратимых элементов в этой цели? А вот они, все элементы в этой цели, их 6 штук. Их 6 штук. Соответственно, если мы с вами выясним, какие же там простые числа, то мы с вами сумеем узнать, какие числа представимы в виде x квадрат плюс xy плюс y квадрат. Более того, даже сумеем узнать, сколькими способами. Нет, я не хочу сейчас это делать, но то, что на этом пути есть шанс был. Понятно? Хорошо. А еще? А еще, не обязательно было добавлять клюш. Можно было добавить и корней из буха. Правда, уже не очень ясно. То есть, если делать все честно, то, конечно, у нас получится. Но вот так вот, глядя просто на это, не очень понятно, почему там будет верна основная теорема альфметики. В общем, давайте так. Сейчас пока останавливаемся с этим. Разберемся с тем, что же такое алгоритм миф-клидер.